итак но в первую очередь я пришел такой на эту информальную встречу потому что она неформальная так как у меня одна особенность я когда выступаю я не готовлюсь никогда потому что хочу капельку импровизации показывать этот формат мне очень нравится я такой накидал слайда в кучу и вот о чем-то вам расскажу сегодня не слышно нормально мне просто я не басков мне сложно кричать поэтому тихо тихонечко так расскажу ну ладно немножко вы мне а меня зовут антон все друзья называют меня бум у меня есть бложек его правда давно не вел но год не писал него точно но сейчас я уже начал в вести есть канал в телеграме я там что-то иногда пущу в twitter занимаюсь я исследованием безопасности его приложений серверов браузеров и вот этого всего и но я накопил всякую фигню различные истории которые можно рассказать поэтому сегодня вечер прохладных историй часть заметок это собственно просто заметки которые не доросли до ресерча возможно еще не доросли до ресерча просто не было времени и ну вот я решил ими поделиться средний раз я был как space и много-много лет назад еще ваня новиков выступал я вернулся сюда здрасте а ну как бы сразу хочу сказать что у меня достаточно все сумбурно просто название слайда и история какая-то сейчас вы разбираетесь а в конце я может по отвечаю на вопросы если у вас будут таковые думаю все честно да а я думаю ну кто работал вы работали с инжинксом да конечно по хапочку туда застраивали это все и вот мир делится на двух типов людей на два типа наверное мир делится на два типа людей это ленивые типа меня и не ленивые типа не меня когда мы подключаем конфиг к сайту по умолчанию там сайта на и был default либо ну по крайней мере я я редактирую default и все у меня сайт работает ну потому что у меня как бы не было на одном сервере который допустим не в докере множество сайтов если множество сайтов то конечно можно создать каждым по конфигурации и все такое открываем любой мануал смотрим что создают конфигурацию к сайту ну допустим вот example ком ну там копируют настройки из дефолта либо ну просто копипастит вот допустим что-то из этой статьи подключает php все нормально и они никоим образом не трогают дефолт который есть если внимательно посмотреть блин я вырезал что этот слайд ну ладно часто в папку var www.html добавляют новую директорию например example.com и там создают настраивает какой-то сайт создают еще один сайт также var.html еще один домен в конфигах указывают но не трогай дефолт то не догадывается в чем может быть проблем дефолт дефолт это настройка которая показывает тебе дефолтную html ку там ли но вообще он по дефолту принимает любые другие домены которые не написаны других конфигах потому что там нижние подчеркивания часто это localhost но чаще всего наблюдая localhost просто переименовывают не знаю зачем иногда это какие-то другие директории например local бета бла-бла суть в том что мы обращаемся к виртуальным хостом этого сайта и если мы увидим welcome to nginx казалось бы ничего плохого нету то мы можем попробовать обратиться в нашу созданную этот удалил слайд почему-то var www дело в том что когда мы настраивали example.com мы настраивали туда обработчик php когда мы обращаемся от example.com открываем индекс php у нас печь пишет интерпретатор работает и рендерится страничка который печки отдает а если мы обращаемся к какой-то дефолтной настройки которым не настроен печки естественно мы получим исходники того то есть так как дефолтная конфигурация подразумевает вар ввв html а другой сайт вар ввв html экземпл ком мы можем обратиться и прочитать исходники не сложно да вот именно что делают кстати многие из этих примеров но часть по крайней мере они были в ctf которые мы проводили ну потому что мы натыкались них в реальной жизни там я чуть попозже расскажу про злостный кобернетес так что ладно дальше до директория и он не пропустит снаружи есть но а ты обращался именно директории я смогу назвать теоретически да ты в конфиге пишешь тут тоже по моему нету это это я обратился на дефолт на сконфигурируемый in jinx который настроен на папку вар ввв html это типа по дефолту если работает еще один сайт в директории вар ввв html и какая-то папка например экземпл ком сайт то мы можем обратиться из html в директор она для него становится просто да независимая домена ну ладно поехали дальше а еще можно я ставлю марку на всякий случай дети если вы настраиваете джинсы джинсы есть документированные коды например и четверки и для того чтобы в такую ситуацию попадать нужно написать серверный локал хост пол север и локейшин слэш с ритмом и 4 и все что не матчится с вашей будет просто закрываться с неправильным северным он закрывает и вот такие классно ну на самом деле также можно виртуальных и побратить но забавно что будет рваться соединение а недавно было знать компанию curator.net они они занимаются защитой от доза фильтруйте доз крупным компаниям вообще это классные чуваки я их очень уважаю люблю и просто так получилось что недавно я нашел у них интересную багу которую собственно вам расскажу естественно также не дорастает до каких-то статей просто без опыта попросил под домино нашел регистре регистре это такая штука которая хранит докер контейнеры конфигурации к ним и вот это вот все но чтобы попасть туда нужен был сертификат который ну получает каждый сотрудник наверное куратора и другая особенность в том что это просто кураторовский код я не знаю они возвращают такой код видимо когда нету сертификата возможно этот код описан возможно этого они свой не занятый написали но факт остается фактом ну это просто пример мне они сказали потом ну точнее когда я им сдал багу точнее не сдала начал рассказывать они начали кричать откуда у тебя сертификат и думали что какой-то гроб гроб кладбище на самом деле оказалось все очень тривиально и весело я люблю очень тривиальные веселые штуки а видите домен эмбрио как читается м эмбрио ну пусть будет эмбрио он отдавал 200 когда я к ней обращался дело в том что есть некоторые конфигурации которые подразумевают использование одного и того же об стрима на разные домены в регистре нужен был пользовательский сертификат чтобы попасть туда в эмбрио он не нужен но дело в том что работают они в рамках одного об стрима где-то видимо на одном сервачке но кстати не факт и если обратиться к айпиш нику эмбрио с хостом регистре то получается вот такая вот интересная штука прям совсем без аутентификации о регистре для пентестера очень интересен тем что там помимо того что сохранены всякие вышки но вообще мало мало ли кто что сохраняет докерах так ты можешь еще и изменять ну во первых скачивать во вторых изменять и заливать свои собственные докеры и поэтому захват регистре чаще всего это просто захват компании потому что все виртуальные образы которые у них развертываются на веб-серверах ты можешь подменить ну или там вставить каждый бакдор и конец они конечно же это все зафиксили ничего не утекло все нормально но просто это такой пример из реальной жизни который ну типа спасибо но это нормально я как бы нормально отношусь довольно это просто пример который я загуглил как in jinx upstream взял картиночку и ставил на слайд они ну то есть два айпишника два фронтовых у них как бы множество айпишников которые вот у гугла если ты знаешь у них нету статичного ip адреса к многим сервисам то есть у них фронты которые дальше по хосту куда-то внутрь проваливаются и определяет по каким сервакам ходить но насколько я помню и у куратора есть что-то подобное когда на есть какой-то фронтовой сервак настроен так что upstream того регистре совпадал с upstream публичной части и зная айпишник публичной я обратился его с хостом приватным и попал собственно это ничего такого сложного ну какая здесь модель то есть мы берем каждый айпишник и каждому айпишнику пробручиваем все известные нам хосты если у нас есть какой-то аномальный ответ допустим на 403 то значит мы можем ну как-то повлиять скорее всего нужно посмотреть что-то будет и вот как раз подобным на подобном домене у меня стрельного и такое хаи ребят смотрите и меня выгнали оттуда и сказали спасибо а можешь посоветовать используешь ну слушай это умеет в фас делать в берки нужно есть в фас ну w фас то за которые но в отличие от всяких берков и других сканеров где у тебя есть известный таргет допустим берг интрудер утилита в берке ты обращаешься к одному и пишнику не можешь перебрать хосты допустим или какие другие заголовки или там в параметры понасывать всякого но он не умеет взять допустим один заголовок и перебрать на сотни и пишников а вот в фас такой такого минуса лишён он имеет умеет работать как с айпишниками куда что-то отправлять так и с листами что отправлять это консольная утилита не без греха у меня она почему-то падает странно когда утилита для файзинга падает от строк для файзинга меня это смущает немножко но вот для такой вот задача она отлично справиться что нет зачем вообще можно и полагаешь есть где-то наконец банальная ситуация полфы ты хочешь найти по закладку и предполагаешь что он скорее садикатами тебе для этого какие-то айпи в 4 просмотреть но на самом деле с клаудфлэйром если у нас есть сервак который отвечает на любой хост и он будет также отвечать как как тот же ну как а бы как обычный сайт за клаудфлэйром ты это имеешь я обычно использовал но у меня не было такой задачи никогда потому что я не брать его пиво 4 весь но я использовал паблик ввв это это просканированные домины то есть google для содержимого сайтов то есть не по словам а по исходникам например посмотреть на каких сайтах где не знаю jQuery используется там именно jQuery определенной версии которые или там тайтл определенно найти хочу найти все вордпрессы и но шадан он не такой как паблик ввв кстати он платный но да и он называется паблик www.com делает его кстати наш соотец соотечественник и он стоит дорого но можно найти у того ну людей у кого он куплен безлимитно и типа у них визать или перед перепокупать риса и реселлером занимаются они я там дальше расскажу я его немножко использовал над будет потом а мы пойдем дальше расскажу немножко про портового грузчика знаете что такое портовый грузчик да ну вообще есть такая стандартная ситуация стандартный мисконфиг когда пользователи пытаются сделать лучше но получается хуже допустим мы поставим какой-нибудь apache и чтобы на злые хакеры не сломали мы создадим под него юзера и делаем ему домашней директории тоже var www только этот юзер может получить доступ к var www бла бла а потом но заливая туда например с помощью ssh или там если сам заходит делают get clone вроде у них все секьюр ненько но они забывают про одну вещь что в корневой директории пользователя могут быть конфиденциальные файлы например типичный bash history я в году напомню 14 наверно прогонял все известные домены нет не все известны алекса топ миллион и находил много тысяч сайтов в том числе крупных которые содержали файл bash history bash history эта история команд который ты вводишь терминале и если есть ваш history и кто-то подключался допустим по ssh то есть вероятность тому того что будет папочка . ssh а если генери с него ключи или копировали чтобы заходить на другие сервера будет ssh idrsa например дефолтное название ну и все такое потому что домашняя директория не должна быть публичная когда у тебя пользователь ввв директории становится ну давай сама директория становится публичной это приходит приводит к уязвимости но сейчас история немножко про другое сейчас все используют портовый грузчик портовый грузчик правду linkedin предлагал добавить если переключиться на английский язык будет докер написано но сейчас много кто использует докер это такая виртуализация очень классная штука мне очень нравится я не знаю как я раньше без нее жил на самом деле она такая раньше лениво было ставить допустим кучу всяких сервисов сейчас берешь докер и можешь ее операционку не гаять и все такое а проблема люди пишут конфиге их совсем и все мы люди всем ошибаемся и вот допустим пример из реальной жизни докер файл это бог у нас есть исходники бога мы там но это не не помню по-моему wordpress туда пишутся всякие конфиги и бла-бла-бла команды и перед запуском nginx копируется содержимое в директории var www блок копи . это копировать все содержимое и пользователь не учел что когда копируется все содержимое копируется также и те же скрытые файл системный и ssh и ваш history которым я говорил до этого и ну они уже пофиксили я им же это показывал такие но как так можно потом им же показал их же такие блин черт ну добавим на ребят тоже пофиксили ничего страшного там не было на скорее всего вот именно когда у тебя директория не вар ввв но ты копируешь все содержимое домашней директории куда-то публичную часть мы опять перезапускаем то же самую уязвимость которая была много лет назад не используйте домашнюю директорию в публичной зоне и тут же мы переносим эти же файлы из домашней директории публичной зоны людям доступны но людям которые могут получить это из интернет ну я не уверен что я могу об этом говорить но нет ладно а это просто часть прохладных истории я вам скажу парочку прохладных историй они менее применимы к реальной жизни но мне очень понравилось как можно было бы захватить компанию с помощью обычной казалось бы такой себе с с ски ну css вообще не особо котируется в среде хакеров так сказать но это правда была из ряда вон что у нас было у нас была страничка для компаний вот у нас есть публичная зона мы редактируем страничку и на ней не было xs но была кнопка скачать в pdf этот документ то есть ты можешь можешь отредактировать страницу и скачать ее в pdf и когда качалась pdf как мы видели что там внутри есть ксс к то есть вот прям синтаксисе pdf можно было там поставить всякие html теги ну то есть на и нарушить изначальную вид и и но мы сделали как мы просканировали локальную сеть то есть мы открывали frame то есть мы редактировали документ писали в нем frame http допустим 10 001 и так много-много фреймов открывали и смотрели если будет не белый лист значит мы нашли что-то мы так находили жиру в локальной сети но это считаю внутренняя инфраструктура компании и как-то раз у нас прилетел такой фрейм это кубернетес кубик кто не знает ну ладно я так себе его я прошу прощения нас смотри да это что-то типа xss to ssrf как из названия а смотри мы редактируем страницу которая на пользовательской части не показывает к ссс к там ничего нету но мы скачиваем а еще просто подробнее расскажу у нас есть у нас есть просто создание ну у нас компания мы создаем профиль мы создаем страницы как-то их заполняем допустим там ip адрес не важно на самом деле не важно и мы можем скачать этот документ в виде pdf файла что происходит на бэкэнди на бэкэнди в этот момент твои данные подставлялись в html q который открывал phantom.js phantom.js это консольный браузер который уже давно не обновляется на самом деле но это один из я бы сказал легитимных или best практик способов генерить pdf ки но серьезно есть есть конечно всякие pdf генералки но они еще хуже на самом деле и как это работало твои данные улетают в html страничку там видимо какой-то шаблонизатор и они недостаточно фильтровались поэтому мы в этой html ки который превращается в pdf q делали css q открывается браузер который консольный он рендерит страницу как любой другой но так как он находится в локальной сети в инфраструктуре компании он имеет это кстати тоже мисконфиг такие бы способы нужно отсекать он он мог обращаться к соседним айпиш ником которые он находится да мы ничего не можем сделать по сути ну как бы можем посмотреть посмотрели мы там на жиру там все требует ауза посмотрели еще на какой-то мы не знаю на какие-то мониторинги и нашли кубернет из это но просто выглядит так это прям теоретически да но практически мы же не будем брутить с помощью вообще можно было конечно бы пробрутить как-то что-то но когда мы открываем фрейм у нас два варианта развития событий либо extreme options установлен и фрейм вообще нельзя открыть либо у нас есть фрейм который мы не можем попасть туда и покликать счетов потому что у нас об мы не можем с одного домена обращаться к кнопочкам другого домена но мы можем например побрутить например айпишник модема если там бейс каус где что что где ну да может быть а тут на самом деле прям пачками конфигов потому что здесь можно обращаться от анонимного пользователя нормальные люди сейчас конфигурирует так чтобы никто анонимно не мог ничего делать нас был вектор немножко другой собственно мы обращались это кстати листинг подов кстати не видел там environment а надо надо посмотреть еще раз а или мы там не нашли ничего интересного или сейчас не помню на посмотреть мы могли посмотреть список всех подов что и делали у нас получалось огромное огромное pdf страница на кучу кучу страниц в этом разглядывали и в кубер на то есть и есть такая удобная достаточно особенность что ты можешь любой докер открыть с помощью виртуального терминала как это работает кубер он обращается к айдишнику докера получает у него сессию с помощью get запроса и этой сессии потом входит специальную ручку и все твое общение она летает с помощью сокета а так как мы в браузере мы можем генерить тот же сокет мы берем под берем идентификатор докера ну там там обращаемся к айдишнику вот тут шелл то есть этот путь под дефолт длинный идентификатор это это путем в нескольких шагов и еще это сама сессия шелла может умирать поэтому нужно делать все достаточно быстро и автоматизировать мы там даже автоматизировали у нас был настоящий браузер с помощью xss которая отправлялась к сесс к качалась pdf к и потом pdf html обратно генерев у нас был такой знаете как анонимайзер ну и собственно все мы берем под обращаемся к шеллу за идентификатором получаем его открываем сокет и с помощью сокета отправляем сильно сильно экранированную команду так как мы не знаем что у нас находится внутри мы пытаемся побросить пробросить себе бакшелл с этого докера так как мы не знаем что там находится и какая операционная система мы пытаемся перловый и просто над к там и руби и вообще и питоны всякие но просто такой не где-то канале публиком любой непонятной ситуации шли тут этот строку и несно смотря что у тебя на бак-энде установлено тебе придет бакшелл если это вообще возможно и собственно все если да если меня а ну да еще по моему на похода из дома на похода из организовали когда х квест там был было задание называлась рубик нет по назывался на кубик да нет называлась рубик называлась рубик потому что она про кубик про кубернетес и там как раз упрощенно нужно было подобную задачу решить то есть у нас был акция с кпдф к генералов можно найти в райтап и немного человек решила но я была рад когда мы передали этот опыт я вообще прям визжал от радости потому что такая казалось бы квайн сайта уязвимость но с большими последствиями на тут на самом деле скоплено множество множество ошибок конфигурирования администрирование нам так ну это уже классическая история по моему рассказывал на давкон раша подобные когда мы тестируем у нас есть пинтест в приложении мы подбираем директории часто находим файлы на которых нет ссылок нет параметров мы открываем это просто пустая страница но раньше когда ты давно я это конечно пропускал но сейчас и инструмент появились и маргане вписал свой лип лип пехак или хап пилип или пи хак лип что-то такое и там была фича с перебором get post параметров и кук и тут также классическая ситуация это тогда еще перебирал с помощью его тузы сейчас не где-то на гитхабе лежит парам пам пам называется туза которые делают все точно также просто чуть более свежие и мы находим что у нас есть две аномальные две аномалии когда мы подставляем одну из буквах h или пи с любым значением нас выходит error без них просто белая страница и мы такие поставляли всякие штуки и внезапно пришли к выводу что когда мы поставляем h host of p порт так нам приходит отстук от чего-то сначала но даже не знали что это потом посмотрели это оказывается мой сквель и первая мысль конечно было это попробовать креденшин какие-то принять ну то есть вдруг там тестовое соединение на с логинами парольными к текущей базе данных но на самом деле все решилось немножко веселее потому что вот дата локал на файл это операторы которые могут у клиента читать файлы то есть вы как клиент допустим консольный клиент подключаетесь к какому-то серверу mysql и mysql в ответ может ну там любой клиент сначала запрашивает какие-то конфигурации стандартная там типа какой у тебя язык какая кодировка бла-бла и ты ему такое начинаешь а но сначала он приходит с логином паролем конечно же ты ему отвечаешь все все окей все окей твой логин и пароль подошел он такой так хорошо как какая какая у тебя допустим кодировка и ты ему в ответ кодировка у меня содержимое вот да то локал инфайл файл двоеточие tc по свд и тебе просто но ты являешься сервером фейковым сервером тебе клиент отправляет содержимое твоего файла но это грубо говоря и это достаточно давно известная вообще там к тебе приходит connect и тебе нужно ответить пакетом что пароль подошел все окей и он дальше заходит скажи что там у тебя еще нет там приходит на самом деле запроса аутентификации там скорее всего пароль пароль но он точно не по интексту но не мы подделываем но то есть на самом деле обычно мы атакуем с помощью я понимаю да все понимаю да обычно там как бы насчет 2 место нет да ну да в данном случае нет тебе приходит пакет видимо с запросом на аутентификацию и ты ему отвечаешь ok или не ok и когда ты им отвечаешь ok возможно отвечаешь сессии если честно я не помню давно не снифал я еще печки вариант делал на самом деле есть руки mysql сервер это питания че скрипт которые подделывают базу данных то есть это фейковые фейковые сервер mysql и ты с помощью там не знаю многие любят например админером пользуются админер это что-то типа печки моя админ но однофайловый то есть ты кидаешь куда-нибудь себе админер . печки и у тебя есть клиент однофайловый который ты обращаешься вводишь логин пароль и хост база данных и он тебя в браузере показывают какие таблички и колонки и ты можешь это редактировать это вот все и например с помощью вот это использование этого админера многое взломов произошло потому что админер равно равно чтение локальных файлов потому что админер является клиентом мы в свою очередь атакующий сервер фейковый сервер с не ошибаюсь если 5 и 7 по моему версии mysql вот клиенты чтобы клиент читал свои локальные файлы им сейчас нужно писать флаг но то есть добавлять флаг типа локаун файл или типа того до этого возможность такая присутствовала везде вот старая интересная история и как бы я пересмотрел ну во первых если ты получаешь какие-то параметры на которые начинают твой сценарий работать ну точнее вражеский сценарий который тебе нужно сломить тебя появляются новые точки которые ты можешь попытаться там пофазить или что-то еще и но не обязательно кстати подбирать запросы к файлам параметры которые неизвестны можешь подбирать к известным там к печке к к логину другим потому что иногда там встречаются параметры которые ну нету их паблики допустим какой дебаг или там ну не знаю вот в основном это был дебаг я поймал мне даже было где-то статья я поймал дебагов на многих многих популярных ресурсах просто там добавляю в параметр дебаг сейчас тоже время уже другое такого нету но но факт остается фактом то есть если совсем нечего делать попробую поискать точки входа еще одного параметра ну это тоже canton security полиси такая краткая история о том почему это не работает кстати применимо везде есть еще отдельный ресурс по-моему юзерис csp называется где перечислены популярные ресурсы из топа просто всякие google и прочее где показаны их примеры конфига content security policy и почему они не работают и один из первых да ну вообще кто не знает что такое canton security policy это типа современная защита от ксс если вы не слышали то с 78 версии хрома хром отключает ксс аудитор он его выпиливает поэтому скоро клаин сайт атаки снова будут сверхактуально и потому что сейчас если пользователи достаточно неопытные их находили не могли обойти защиту именно браузер на гугловцы поняли что это мешает многим легитимным ресурсам через xs аудитор возможны утечки информации хотя тоже спорный момент как по мне что еще где мешал этот аудитор в общем они подумали подумали такие это не задача вообще браузера защищать от css ок но его выпиливаем и мир разделился на два типа людей одни говорят а ужас что нам теперь делать другие такие если ждал этого два года вот и одна из эффективных на мой взгляд защит от межсайтовой подделки запросов и нет ни подделки межсайтовых как ссс кроссовывается межсайтовой выполнение сценария до кросс-сайт скриптинг меня вообще всегда удивлял в б аббревиатуры какие-то странные названия потому что во первых мы называем это кросс-сайт скриптингом где первая буква так cx x потому что есть другая аббревиатура каскадной таблицы стилей а вот и и вы расшифровывается как межсайтовое выполнение запросов межсайтовое выполнение сценариев сценариев скрипт это сценарий но на самом деле она может быть не межсайтовое и и не факт что там будут выполнять сценарий и ну и скрипты то есть но такая странная короче штука вернемся к csp csp это content security policy которые разрешают но эта политика которая говорит браузеру я короче буду подгружать контент только этих листов там с white листа с этих доменов я там не разрешаю делать и вал я там я не знаю что что то еще то мы можем открывать с помощью он сайф онлайн время ну то есть мы можем изменить страничку мы не можем туда подключить внешний скрипт или там взять руки и отправить их куда-нибудь потому что это запрещено у нас есть будет лист мы можем сами на себя это открывать мы открываем и значит время это первый шаг и все и он нас открывается казалось бы да ничего сложного и так как мы делаем но как так как мы имеем дело с браузером и у нас механизм соп не запрещает помимо того что мы используем но мы используем фрейм мы можем прочитать что внутри потому что это не другой ресурс мы сами на себя открыли ну как бы мы можем аяксом обратиться на свой же ресурс просто на другую страничку и прочитать содержимое или отправить туда и мы также просто берем и обращаемся на robots.txt и можем туда записать как мы просто проваливаемся фрейм вот этот pound content window документ body это будет содержимое фрейма мы создаем фрейм создаем скрипт внешний и пишем его внутрь фрейма а там csp нету тадам ну как бы я такая вообще частая проблема когда я посмотрел такую обходку понял что даже те кто топили за csp twitter google яндекс у нас 1 в россии начал массово использовать контент security policy они на храбре писали об этом типа давайте мужики внедряем а по факту это оказывается обходится помимо десятков методов обхода white листов потому что там часто попадает что-то не то там google analytics например куда можно внедрить свой скрипт можно вообще не париться и просто открыть страничку где нету тсп собственно вся обходка в том что мы открываем страничку где нету csp и пишем туда там подключается наш внешний внешний скрипт на самом деле есть это место кто прям хочется фото есть даже статейка отдельная а ну вот такой смотришь на twitter у него прям все вот white листах все короче нельзя такой страшный страшный csp думаю нифига не настраивать сколько потом такой открываешь на робот но у меня там csp . gs это просто alert но сообщение какой origin и текущий уру ну который наверху который открыт все бах и обошли а вот эта вот штука crlf в заголовках это еще недоресерченная штука я скорее всего ее буду добивать но просто смотришь на это и понимаешь что совсем все не идеально потому что ну все знают да есть перевод каретки и возврат каретки и разные операционные системы там использовали одни используют 0 а в hex и другие 0 d чтобы вот самый ну перенос строки сделать там маг используют вместе их или не помню точно или винда вместе все их используют ну да наверно винда но они такие поделились на 3 лагеря линус говорит я буду использовать что она 0 а маг такой я буду 0 d винда такая обоих буду использовать на самом деле я почему-то у меня воспоминания именно с windows а когда я скачивал какой-то текстовый файл который был отредактирован не знаю либо под маком либо под линуксом я его открывал когда в стандартном блокноте он у меня был в одну строку а если в хеке в хексе посмотреть то там на самом деле был перевод строки и винда просто не понимает что какой-то из этих символов то есть перенос таки и тут прям сверх простое знаю что я знаю что вы знаете что если добавлять заголовок x forward for добавлять туда какой-нибудь 127 001 или айпишник например тот же того же сайта куда мы обращаемся то где-то будет больше привилегий потому что ты попадаешь под байт-лист допустим у нас есть какая-то админка которая из интернета 403 отдает но мы обращаемся туда x forward for либо с x и айпи мы этим же и пиш ником или там 127 001 и нас пускают почему потому что администратор позаботился и такой типа я в левых не буду пускать я заведу white лист и дело в том что когда допустим на фронте какой-нибудь engine и он куда-то отправляет допустим ну не знаю в том кат какой-нибудь тебе нужно поймать реальный айпишник пользователя потому что если у тебя 22 веб-сервера то второй веб-сервер будет обращение видеть айпишник только первого ну потому что логично да мы обращаемся к джинкс он куда-то вглубь и все будут видеть айпишник этого engine поэтому люди пробрасывают и чаще всего делают это x real айпи или x forward for в том числе x forward for добавляет заголовки прокси то есть когда у тебя знаете да такую анонимный не анонимные прокси не анонимные прокси это когда у тебя в x forward for твоя пиш ник есть и таким образом ну люди иногда делают такую ошибку что не думают о том что злоумышленник может написать любой адрес туда и пройти вот именно white лист ну fight лиц который вводил в администратор но речь немножко о другом когда мы пишем свой заголовок а так как фронт допустим on jinx у нас тоже проксирующий сервер он добавляет туда айпишник ну то есть он не перезаписывает добавляет туда пользовательские данные и вот я сегодня кстати прям мануал смотрел и там типа по-умному парсят то есть не дают пользовательским данным проникнуть внутрь берут там допустим только последнее значение там как-то партий ну надо посмотреть там куски коды и вот прям гуглил x forward for джинкс и там были мы прям мануалы как от этой хитрости избавляться но так как у нас есть такая хитрость одна мы можем еще раз пытаться обходить эти white листы дело в том что обычно в http заголовки http заголовки разделяет 0 до 0 а то есть мэр перевод и возврат каретки ну господи и одна особенность в том что веб-сервера веб-сервером ну как бы не обязательно допустим 0d если мы удалим везде здесь 0d то они также будут парить не все но допустим топовую ну я на гугле проверял например писал статейку про из кондишен я там добавлял что сейчас современным сервером не обязательно оба оба переноса строки использовать но как принято так принято фича так как у нас используется 0 до 0 а как разделитель между заголовками мы добавляем в конец нашей записи к x forward фор и нас наш айпишник еще один 0 до сложновато да а сейчас сейчас я постараюсь а дело в том что когда у тебя проксирующий сервер и он работает только с 0 а то есть ему обязательно обязательно только их мы можем в качестве куска строки передать еще один перевод строки как бы это ужасно не казалось но на деле когда мы добавляем x forward for наше значение и вот тут вот в конце к единички мы добываю добавили 0d это перенос строки но как мы знаем не во всех операционных системах фронтирующий сервер он отправляет это как строку а другой сервер который валидирует это значение он интерпретирует его как новый перевод строки тем самым мы делаем в заголовке перенос строки и это странно забавно непонятно я думаю кто не понял вообще ну хоть кто-то понял а тут два стула 50 на 50 либо будет либо не будет чаще всего не будет вот google не будет кто-то но точнее даже тут наверно не ошибка будет а кто-то подумает что у тебя два переноса строки и примет только первые ну то есть путь и хост нет еще один пусть хост forward for а там куки и дальше чего у тебя будет тело допустим body какой-нибудь он уже подумаешь что это какая-то хрень там четырехсотку отдаст а если если он это сглотнет то 0d уйдет как строка и она перейдет по эстафете к другому либо к приложению к самому веб-приложению который будет парсить заголовки либо к другому серверу который может также господи никто ее не соблюдает спецификация придумано вот про спецификацию у меня есть еще один докладец про парсинг http и там вообще треш треша угар как как заголовки вообще парсится их значение и мультипарт и вот это все на самом деле хрен его знает что там спецификации мне кажется там совету типа отправляйте оба перевода строки ну как бы и все либо об этом не сказано либо сказано общими словами но факт остается фактом часть серверов интерпретирует 0d как перенос строки часть нет и часть интерпретирует скорее всего последовательность 0 до 0 и поэтому двойной 0d ну то есть у нас в том примере у нас получилось что мы сделали два раза 0 до 0 до 0 а вырезалась но использовалась видимо при парсинге как разделитель заголовков один еще кусочек остался да через запятую они идут идет твой дальше добавляется айпишники следующего кто проксирует ну вот как логику они построят они парсят последнее значение да она ну кто кто кому кому-то прокатывает ну то есть есть такая уязвимость что мы добавляем x forward for и айпишник в ctf их часто встречается и тебя пускает туда куда не должно но некоторые используя эту логику начинают обрабатывать думают аха кто-то может сюда подсунуть поэтому я буду их валидировать данные валидируют но они принимают за чувствую воду данные 2 веб-сервера но мы можем перенести данные которые добавляет 1 веб-сервер на вторую строку и у нас получится что мы сделали x ну мы перенесли заголовок и дальше он там что-то дописал и тем самым мы прошли эту валидацию вот так вот я думаю что я буду добивать потому что мне нужен какой-то импакт какой-нибудь может бог баунте программе или что-то но имейте ввиду что так можно и это забавно а еще одна из историй тут как раз паблик ввв использовал в прошлом году информация опасности выкладывала что в барселоне там ну вон у пары прочитайте кто у пары украли iphone и они его заблокировали естественно потому что apple позволяет это сделать им начался спам фишинговый то есть ваш iphone найден где-то ну там типа мы нашли ваш iphone вот можете посмотреть на геолокацию в этом году вся орфография пунктуация сохранена миша киберпанк тоже выкладывал говорит что вот подруги украли iphone и тут же приходит ну видимо через какое-то время после блокировки iphone а приходит рассылка что от компании apple то есть у нас там прям подделка отправителя что вот ваш iphone найден можете посмотреть и естественно это фишинговый ресурс я упущу самую неинтересную часть в итоге мы их сломали всех которые нашли но вот здесь мы как раз использовали паблик ввв потому что фингерпринт apple apple inc и значок торговой марки кроме apple мало кто использует и вот как раз когда ищешь по ресурсам которые используют эту строку ты находишь фейковые и клауда и как показывает история это настоящий саз для преступников то есть киберпреступники предоставляют доступ к обычным преступникам в аренду сервис который позволяет фишить вот это так выглядит у меня есть где-то скрины с русскими номерами и сообщениями это админ панель у тебя есть возможность рассылки ты просто вводишь какое какая модель телефона у тебя у тебя там все автоматически генерируется у них есть даже удобно можно писать кто тебе iphone этот украл принес чтобы но там добычу делить например просто продажи такая ну типа настоящая отчетность здесь можешь выбирать через какие сервисы это сервисы редиректов куда куда придет ну как какая ссылка придет допустим в твоей стране я не знаю google от подойдет другие допустим не ведутся потому что я не знаю он кто-то дает какой-то домен убили и вот просто куча директоров которые redirect на эту на фишинговую страницу и они тоже предоставляются в рамках этого решения для воров судя по telegram боту также telegram бот стучит им говорит когда icloud подошел ну и там то есть там настоящие не показал ну вот допустим войти в icloud настоящий сервис фейков которые под твою страну и язык меняет там я не знаю на китайском напишет войти в icloud там встроен чекер если ты введешь неправильно пароль он скажет давай еще раз а если правильный то там запишется у тебя устройство удалится и ты можешь разблокировать ворованы то есть если у тебя iphone украли ты можешь его заблокировать и вот хоть убей пока ты его не разблокируешь ни хрена с него с ним сделать нельзя ну естественно можно продать на запчасти но одно дело там не знаю за пять тысяч стекло за как же израильские компании но видимо они недоступны обычным физическим физическим лицам которые воруют айфона видимо но я на самом деле не особо ресерчу айфонов но это тоже думаю превратится большое расследование потому что мы поломали множество таких фейков по находили кто за кем стоит но естественно не главу этого сервиса а просто таких чуваков которые помогают другим чувакам разблокировать iphone за видимо еще за денежку ну а кстати тут русский номер нет слишком длинно для русского видимо длинная же да нет вроде похож на русский почему на английском словами непонятно если заметите наверху есть еще баланс потому что рассылка и вот это все она требует денег ну вот такая прикольная штука эта панелька тебе дают панелька в аренду которую ты закидываешь бабос у тебя высылает самоски ты приходит лога паса вот вот такие вот несколько историй который рассказал может быть что то нет 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 он не проксирует он он не он не проксирует он туда не пустит ни в коем случае он это вообще он просто креда собирает чекает чекает он не ну это не прокси по сын джимковский это не проксирование это фейковая страница то есть они еще не додумались давайте не будем говорить об этом просто на самом деле да классно было бы если бы они по-настоящему проксировали и клад но нет тут будут проблемы потому что если у тебя множество пользователей и множество допустим у тебя придет одновременно два или три пользователя и каждый начнет вбивать вобьет по нескольку неправильных паролей а потом вобьет правильный то айпишник проксирующего сервера на и клад и его заблокирует потому что apple не любит брод а тут у них видимо список проксей которые но видимо близкие к большому которые они могут с наименее низкими задержками проверять проверять валидность и случае если сессия создана удалять устройство ну такая прикольная полуавтоматическая штука на самом деле да было бы прикольно если человек правда входил вайклауд но вдруг он успеет нажать кнопку удалить свое устройство поэтому они на всякий случай не допускают они скорее всего еще и меняют пароль автоматически второй фактор работает если у тебя есть несколько устройств apple и ты в одном из них онлайн полноходишься если я не ошибаюсь но обычно второй фактор ну вообще я сначала думал что второй фактор это бессмысленная штука для клауду потому что что ты будешь делать когда у тебя iphone и вот у тебя iphone и тебя привязан двухфактор у тебя его воруют и ты такой пытаешься зайти вайклауд чтобы его заблокировать а он такой в виде пароль от эсэмэс такой блин наш телефон украли как я это сделаю и поэтому я думал что двухфактор ки нету на самом деле как я понимаю двухфактор к в apple есть но если у тебя есть другие устройства apple например macbook если ты попытаешь вайклауд зайти и он такой хай види как этих шесть циферок вот с такого это гео позиции тот пытается войти но будем честны есть много людей у которых есть iphone но нету другой техники apple вот все я думаю по этим вектором но у них авось если есть двухфактор к наверное победят если нету то нет с друг с другой стороны у тебя есть креденшалы к и клауду может но у меня не знаю вряд ли они блокируют учет может быть у тебя есть много проксей как недавно в инстаграме была уязвимость на 10 тысяч долларов по моему да чувак с помощью 5000 проксей мог подбирать пин от двухфактор ки потому что у него не было ограничений на вот этого пина но то есть было ограничение по ip-адреса но не не было фактически никакой блокировки смены пина возможно я не знаю попробуйте попробуйте ввести 10 раз неправильно пин что будет вдруг вдруг это вообще брутально не там сам с но просто когда вводишь логин пароль и у тебя привязано двухфактор к тебе приходит из маска и чувак такой ху здесь всего 10000 вариантов у меня есть 5000 прокси но не знаю сколько там вариантов было наверное длинное число и он прям доказал импакт и и правда его ему заплатили за то что он использовал по моему 5000 прокси мне предложено по другу